Мы находимся на выставке World Food Moscow 2022 и знакомимся с ее участниками. Рядом со мной Илья Блинов, генеральный директор компании Milford. Илья, здравствуйте. Расскажите, чем занимается ваша компания? День добрый. Мы производитель чая, один из лидеров на рынке фруктово-травяных чаев. Кроме того, мы дистрибутируем сахарозаменители. Мы примерно обладаем 45% общего рынка в таблетированных сахарозаменителях. Ну и в связи с развитием ситуации мы начали, скажем так, дистрибуцию некоторых кондитерских изделий. Чай – это ведь что-то привезенное из-за рубежа, я правильно понимаю? Как в текущей ситуации, когда у нас рушатся цепочки поставок, как это отразилось на вас, что вы делаете? Ну, откровенно, очень тяжело, потому что Евросоюз принял в одном из санкционных пакетов запрет на фильтр-бумагу. Порядка 80% рынка чая – это чай пакетированный, и фильтр-бумага, которая шла раньше из Евросоюза, теперь запрещена к вывозу. Мы ищем в Китае, мы ищем в Турции, мы пытаемся находить, но вся индустрия ищет. И, соответственно, спрос рождает предложение, резко выросли цены на фильтр-бумагу, очень сложно ее получить, и непредсказуемость с точки зрения цепочек поставок. По сырью та же самая история, которая наверняка у всех. Если Китай закрывается на локдаун или Индия закрывается на локдаун, то ты ожидаешь получить сырье через два месяца, получаешь через четыре, через пять. Но это общая проблема не только для чайной индустрии, но и для всех остальных. А что касается сахарозаменителя, вы сказали, что это за сырье, откуда оно? Ну, сахарозаменители мы продолжаем пока покупать немецкие, но у нас есть планы по импортозамещению и по локализации производства в России. Ну, об этом, наверное, будет уже известно где-то весной следующего года. Это секрет или все-таки назовете откуда импортозамещение, кто может стать тем, кто заместит? Пока не буду говорить. Вот это в процессе работы, это большие инвестиции. Но наш бренд самый известный, мы можем себе это позволить. И мы хотим, чтобы российский потребитель продолжал получать наш великолепный сахарозаменитель. Какие планы в ближайшей или, может быть, долгосрочной перспективе? Понятно, импортозамещение, наверное, номер один для вас, но что в целом? Ну, в целом, это все-таки добиться обеспечения бесперебойности, потому что, начиная с мая, мы больше боремся с дефицитом, чем занимаемся развитием бизнеса. И это не очень правильно. Я надеюсь, что в ближайшие 3-4 месяца мы решим вопросы по более стабильным поставкам всего и вся, и сырья, и упаковки, и готового продукта. А далее это развитие, потому что российский рынок, он большой, возможности колоссальные. И мы надеемся, что мы на этом рынке сможем достигать значительно больших успехов, чем есть у нас сейчас. В текучей ситуации можно вообще где-то найти, черпать оптимизм и смотреть на ситуацию дальнюю с оптимизмом или нет? Ну, смотрите, я все-таки бизнесом занимаюсь уже порядка 30 лет, поэтому, как и любой бизнесмен, я достаточно циничен и скептичен. Поэтому, скорее, это не оптимизм, а реализм. Я четко понимаю, какие у нас есть риски, я четко понимаю те возможности, и вместе со своей командой мы просто реализуем эти возможности, пытаясь, скажем так, снизить вот эту рисковую нагрузку. Вот и все. Илья, спасибо вам большое и удачи. Спасибо, счастливо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok